Здравствуйте, дорогие посетители нашего сайта Клуб бывших гипертоников. Многие задают часто вопрос, как отличить инфаркт от остеохондроза. Я сейчас немножко уточню этот вопрос. Как отличить инфаркт от межреберной невралгии, часто возникающей при шейном и грудном остеохондрозе? Вот так его надо поставить. Во-первых, инфаркт – это острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. При этом сердечная мышца резко слабеет, давление начинает падать. Вот это первый момент. При инфаркте очень часто давление сразу становится 80 на 40 и так далее. При межреберной невралгии, возникающей при осложнении шейного и грудного остеохондроза, возникает, наоборот, нервный стресс и скачок подъема давления. То есть это первый фактор. Вы померили давление, если оно у вас высокое, у вас не инфаркт точно уже. Все, уже забудьте про инфаркт. Хотя хорошего в этом мало и тоже опасностей не меньше, но хотя бы не инфаркт, уже хорошо. Во-вторых, симптоматика межреберной невралгии какая? То есть это в основном… Ну, она бывает левосторонняя, тогда людей это не волнует. Они знают, что сразу знают. Вернее, она бывает правосторонняя, тогда людей это не волнует. Они знают, что сердце с левой стороны. Все же мы знаем, сердце с левой стороны у нас. Вот. А если левосторонняя, вот межреберная невралгия, все, сразу инфаркт. Все, сразу. У меня таких пациентов в море. Все, приходят, они там, все, у меня инфаркт, инфаркт. У меня скорая возит, скорая бедная ездит к ним туда-сюда, уже скорая замучилась. Какой у тебя инфаркт, уже тебе 5 ЭКГ сделали, а человека трясет. Межреберная невралгия. Значит, ну, симптомы какие? Да, больше слева болит, больше болит слева. И болит как? Оно как бы, болит, как бы колет. Такая вот боль, как бы такая, во многих точках может быть, такая вот многоточечная боль. Такая, как бы, может быть, такая растекающаяся такая боль. Ну, больше с левой стороны. То есть, это по реберным нервам идет. И вот бывает и шея отсюда, как бы такой вот верхний прострел. Ну, реже. Вот такая боль колющая и высокое давление на этом фоне. Стресс сильный у человека возникает, не понимает, что с ним происходит. Вот это и есть межреберная невралгия и просто обострение ее. При инфаркте же у вас будет симптоматика какая? Вам сразу станет плохо, так, что вы не сможете встать вообще с постели. Просто вам будет плохо, вы чувствуете, что все, вы умираете. Холодный пот выступит. Вот сюда на центр груди, потому что сердце-то у нас не слева, как все говорят, там слева, слева сердце. Сердце вот здесь, по центру находится. Вот вам на центр груди сразу, как будто вам тонну положили и давит это все. То есть, это вообще другие симптомы совершенно. Вот. И падение давления, и холодный пот, и все. И человеку, то есть, это, ну, врачу отличить опытно, тем более скоропомощному врачу. Он заходит, в скорую помощь приезжает к пациенту, там, ой, инфаркт там. Заходит, смотрит там, сидит с аппаратом давления, мерит. Какой инфаркт, все, поехали. Вот. А когда лежит, все в холодном поту, там невооруженным глазом видно. Вот. Поэтому Отличайте. Отличайте. Не бойтесь инфаркта. Потому что, что бояться. Это такая патология, которую, во-первых, сегодня можно предупредить. Если вы боитесь очень инфаркта, пройдите, пройдите, ну, коронарографию. Там вам проверят коронарные артерии, посмотрят, нет ли там бляшек, там, нет ли риска инфаркта. Сейчас это все можно оценить. Пройдите обследование. В хорошей клинике вам все скажут, есть у вас риск инфаркта или нет. Вот. А риск инфаркта зависит от того, забиты коронарные артерии бляшками или не забиты. Это вот основной риск. Еще к риску инфаркта приводит постоянный прием бета-блокаторов, потому что они сильно отравляют сердечную мышцу. То есть это может быть токсический такой инфаркт. То, что с бета-блокаторами, тоже будьте поаккуратнее. Вот. Конечно, частенько без них не обойтись бывает. Вот. Когда тем более человек не может иную помощь получить. Такой вот, например, как мы. Мы по-другому совсем оказываем помощь пациентам. Ну, а если уж там случился инфаркт, и вы выжили, тогда приезжайте к нам на реабилитацию. У нас специальные реабилитационные протоколы. Для таких пациентов есть. Таких пациентов много. Первое, что надо понимать после случившегося инфаркта, это, что если будет продолжать зажато быть шеей и позвоночной артерией, то мозг опять будет постинфарктное сердце заставлять поднимать давление. То есть будет его гонять опять. То есть шею свою вылечите. Если у вас уже инфаркт был, вылечите шею. Иначе шея, она просто опять сердце загонит в состояние инфаркта, и все равно умрете. Вот. И первое, что мы делаем, как ни странно тем пациентам, вот, которые приходят после инфаркта реабилитироваться, именно шею. Вот шею освободили, потом мы начинаем уже давать реабилитационную нагрузку. Только после этого. Вот. Поэтому отличайте симптомы, не бойтесь межреберной невозгонки, воралгии. Бойтесь шейного остеохондроза. Вот это самая такая вот коварная и самая распространенная болезнь на нашей планете. Убивает миллионы людей, и большинство этих миллионов даже не знает, от чего они умерли, к сожалению. Вот такая вот правда жизни. Берегите себя. С вами был доктор Шишунин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова